Итак, привет, уважаемые друзья и подписчики! С вами, как всегда, я Больной Леха Смертник. Ну, для вас это на самом деле круто, потому что я, соответственно, сижу дома, пилю вам видосы, потому что с температурой и так далее куда-то выходить это вообще не варик. Сегодня поиграем в мод под названием Retuning Home, что у нас переводится как, например, возвращение домой, я так понимаю. Хотя, заходя в папку с названием, там написано Короткий Морж. Я не знаю, что значит Короткий Морж. Может быть, это Короткий Морж. Я не знаю, может, человек любит моржей, еще что-то и так далее. Ладно, ребят, ставим свои лайки и, соответственно, поддержим больного Леху, потому что Леха вот прям реально больной сидит. Я вот сейчас сидел, заказывал, короче, продукты в одной известной сети. Ну, нужно как бы там мед, там лимончик туда-сюда. Уже там сидел полчаса, все выбирал, говорит, а доставки сегодня нет, только завтра. Куда это, зачем я потратил полчаса свою жизнь? Я хотел сегодня мед и чай, как бы и лимон, вот так вот. Ну, ладно, ребят, давайте поехали. Кстати, странно, обратите внимание, фонарик держится в руках. Ладно, давайте я начинаю, ребят, а вы, соответственно, ставите свои лайки. Давайте, я не знаю, как долго этот ролик. Это, по-моему, один из самых последних светлых роликов, которые остались. То есть, везде глянуло, там вроде это еще демоверсия. Ну, тут на самом деле, вроде как, немало-то карт. Вроде приближается какой-то там ураган, там надо либо еще что-то. Ладно, давайте, поехали. Так, доброе утречко. А почему я вечно стоя просыпаюсь? Я, я, что, не могу на кровати спать, что ли, или что? Почему я просыпаюсь? Стоя, я не хочу стоя просыпаться. Подожди, а я, 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 я что, приседать не умею, что ли? Все, я разучился приседать. Старость, нерадость, ноги все замкнуло. Присесть никак. Так, и что, что, в окно? Можешь как-то вырезать. Так, наверное, на улицу надо идти. Замечательно, тут что-то пишет. Васильич, ты ведь в курсе? Я, 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 я не знаю, в смысле, английский язык. Ты понимаешь, я не знаю. А, вот, что-то шторм, эвакуация, шторм надвигается туда-сюда. Васильич, я, я, я не знаю другой язык, я русский только знаю. И ты, Васильич, как бы сам-то у нас белорус, ты подзабыл, что ли, об этом? Или что? Ты смотри, ты давай, завязывай так делать. Как-то это как-то странновато. Так, ладно. Ладно, ладно. Он говорит, что можно, по-моему, спрятаться в его подземелье. Я не знаю, я так от балды что-то говорю. Васильич, пойдем, пойдем прятаться в твоем подземелье. Будем прятаться от шторма. Можешь оставаться и здесь, Васильич. Ты знаешь, из параллельных вселенок, в случае чего придет новый Васильич. И все будет нормально. Ну что-то там открывается и закрывается. Ё-моё, Васильич! Ты сам говоришь, и идти к тебе, и сам стоишь там. Он, наверное, сам не может попасть в подвал. Он просит, наверное, зайти в подвал. Он что, откроется? Дальше нет. Он не хочет за мной бегать. Васильич просто в шоке. А почему я не могу приседать? Меня это немножко прям смущает, что я разучился приседать. Ну бывает, бывает и такое. Как бы ноги там сверло туда-сюда. А если там что-то будет лежать, я не смогу это достать. Либо еще что-то в этом роде. Не, серьезно. Почему я не могу приседать? Это может быть, что у меня фонарик только... Нет, я просто не могу приседать. Я хожу только стоя. Стоя. Ну, в туалет так же буду ходить. Ладно, по маленькому. А по большому, если по большому, мне как в туалет-то ходить-то? Ё-моё. Васильич, давай как-то разбираться с этой проблемой. За что ты капканы стоял? Ты знал, что я приду прекрасно. Здесь эвакуация идет. Здесь уже все. Здесь как бы и так, мне кажется, такое себе... Подожди. Что это ездит? И почему они летают? Васильич, мы назад в будущее с тобой или что? Что это такое здесь происходит? Скажи мне, пожалуйста, Васильич. Васильич сам в шоке стоит. Он говорит, надо попасть в подвал. Вот, как-то так. Это однозначно. Говорит, нужно туда попадать. Говорит, нужно прятаться. Отлично. Здесь еще что-то спрятали. Может, найду лопату еще? Васильичу сзади похребтение дам-то, закопаю и все. А что с ним мучиться-то? А то он надоел постоянно. Что-то каждый раз что-то не то происходит. Так, прыгать я могу, садиться не могу. Это, конечно, очень-очень странно. Очень и очень странно все, конечно же. Так, лопаты нету, да? Ну, значит, повезло тебе, Васильич, похребтение сегодня не получишь. Так что жизнь прекрасна. Можешь не жаловаться. Сейчас мы тут со всеми твоими проблемами разберемся. Подожди, эта штука то есть стреляет? А если я просто, например, поставлю стол? Подожди, а как тебе? Да, в принципе, я могу там просто зайти, когда она открывается, потом выйти, и все. Она постоянно открывается, закрывается, так сказать. Вот эти вот цыганские фокусы Васильича. Отлично, замечательно. И так ног нифига нету. Мне, типа, нужно это как-то врубить, да? Но оно не врубается. Это весело. Вернее, это не весело. Так, отлично. Есть граммофон. Граммофон есть, непонятно зачем. Это вот куда ведет. Я выйти отсюда тебе не могу. Как мне выйти отсюда? О, я вышел. Так, и куда, и куда идет кабелечек? То есть эта штука должна была у меня взять и открыться. Я ведь правильно понимаю? Но у меня нифига не открылось, потому что она не нажимается. Но зато я нашел ключ. У меня есть синий ключ. У меня есть граммофон. У меня вообще чего только нет. У меня даже чай есть. Чай-то вообще замечательно, когда есть. Так, для меня все-таки остается вопросом. Почему я ничего не вижу в руках? Почему я такой ганси? Это все как-то так вот происходит у нас. Так, замечательно. Еще и логики. На этом фонарик он мне, в принципе, нафиг не нужно. Так все замечательно видно. Осталось только понять, как куда пройти, как куда зайти, как врубить этот генератор, чтобы он работал, видимо. Какие-то вообще странные штуки. Не, стоит, может быть, мне еще раз попробовать? Ну, я так понимаю, генератор мне должен включать там. Ну, замечательно, когда пройти не можешь. Ну, то есть здесь ни кнопка, ни ничего не жмется. И как я должен включить? Это, конечно, что-то как-то все очень странно. Сесть не могу, ничего не могу. Может, так что-то смогу. Не, ну он не врубается, ничего не делается. И как? Как, как с этим вороться-то? Так, может быть, все-таки какая-то другая штука открывает? Может быть, это открывает и генератор? Может быть, здесь есть какая-то картина? Опа! Отлично. Нашел какую-то картину. Может быть, она и открыла. Да, замечательно. Нашел нужную самую картину. Она открыла. Пошел головой пару раз удавился. Благо, что там воздух нет. Поэтому, в принципе, терять нечего. И это все замечательно. Подожди. То есть мы уже нашли... А, мы нашли другой, да, желтый ключ. А зачем нам гравофон тогда? Зачем нам ружье? Зачем это все? Так. Так, желтый и желтый ключ у меня есть. Это замечательно. Заходим. По темноте здесь шляемся. Ищем карту. Ищем карту. Вот где мне понадобился бы фонарь. Не то, что под глазом, а обычный фонарь. Да е-мое. Да даже если там есть карта, я ее все равно никак не вытащу. Поэтому нужно искать где-то как-то в другом месте, мне кажется. Так, подожди. А синий ключ? А куда у меня может подойти синий ключ? Может быть, он сюда куда-то подойдет? Нет? А как его? Отлично. Я вышел. Синий ключ есть. Может быть, здесь какой-то, я не знаю, что-то есть на заднем дворе, может быть, у Васильича. Здесь даже подъем на второй этаж есть. Ты только глянь, а. А, во, смотри-ка, смотри-ка. Какой-то домик есть, который вообще нафиг не открывается, правильно. Нафиг надо домиком открываться. Открываться это так для слабаков. То есть, всегда все должно быть закрыто, все везде быть замечательно. Как-то так. Как-то так вот это все дело и работает у нас, к сожалению. Я не знаю, почему. Как мне открыть эту дверь? Ну, мне же однозначно нужно туда зайти. Ну, если я ее открыл, значит, мне нужно туда зайти, попасть. Не понимаю, почему я не могу не сесть, вообще, в принципе, ничего сделать. Почему я хожу сквозь стены? Это тоже довольно-таки интересный вопрос. Ну, Леха, что, Леха? Леха может все. Леха может, Леха может все, что угодно. Может, сходить сквозь стены. Вот как мне открыть нижний ящик, если я на него даже нацелиться не могу. Замечательно. Приседать я просто забыл, как-то. Нужно, наверное, как-то здесь еще открыть. Все везде пооткрывать. Я не знаю, как я отсюда сейчас буду выходить. Тоже такой прям вопросик. Интересненький, я бы сказал. Так, здесь у нас ничего нет интересного. Почему я хожу сквозь диваны? Почему это все так устроено? Это все очень странно. А, ну, тут дверь. Ну, она такая специфическая дверь. То есть, внутри стена двери. Ну, дверь для того, чтобы было, так сказать. Так, ладно, нужно найти еще отсюда ключик. Откуда еще найти ключик? Ага. Ну, вот так мы заходим-выходим. Ну, обычная цыганская магия. Все дела. Спокойно зашел, спокойно вышел. Никуда дальше пройти не могу. Так, а фонарик я где остался? Кстати, остался, по-моему, в той комнате. Не, ну, без фонарика это вообще не варик. Сейчас пойду смотреть с фонариком, что, может быть, что где-то найду. Нет, прям нравится, что я нигде пролезть и не могу. И что, фонарик вообще, в принципе, какой смысл? Он даже не подсвечивает ничего. Вот, одно легкое уже выплюнуло. Ну, бывает, бывает такое. Скоро второй на очередь пойдет. Так, ладно, ладно, давай, давай, давай смотреть, что у нас где есть. Не, ну, мне нужна карточка. Нам нужно в подвал к Василищу. Либо нужен к... А, может быть, на улице что-то есть? А, ну, здесь у нас за этого надо все. Здесь у нас все просто. Просто, просто, просто. Как дела? Мне кажется, я что-то все-таки где-то упускаю. Ключ от машины, например, упускаю. Что это сейчас за странный звук был? Я без понятия. Не, реально, смысл от этого фонаря. Он ничего толком не подсвечивает. И вот этот вот бесконечный звук, который вот идет. И присесть я не могу. То есть, будь карточка там, я все равно бы до нее не дотянулся. Ну, что, что, к Андросу такие вот дела. Не шутят, не шутят с этим, твара. Поэтому только стоя хожу. Не, может быть, конечно, там ниже что-то есть. Я, 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 не знаю. Ниже, по-моему, ничего нет. В этой комнате вообще ничего не нашел. То есть, она для чего-то есть, а для чего я без понятия. Может быть, в вазе что-то внутри спрятано? Я настолько беспомощный, что я даже не могу нормально в вазу. Ну, считать, что там ничего нет. И что, и что мне делать? Где-то ростки вырастить? Так, еле-еле-еле прям прохожу здесь, как-то помещаюсь. Я, я сам не понимаю, как я здесь помещаюсь где-то. Вот эти трубы, это прям очень удобно. Стильное дизайнерское решение. Ну, просто, говорит, взять трубу вот так посреди комнаты, повешать, ходить постоянно, головой биться. Благо, она пустая, там терять уже нечего, поэтому все нормально. Так, ведро. А подожди, а я вот тут, блин, не ходил, не смотрю. А, нет, я тут ходил, не смотрел. Мне нифига здесь не нашел. Я даже не понимаю, где и что мне искать. Так, ну здесь, здесь нет, почему? Что-то где-то вбурбилось, обрубилось. Я тут еще брал что-нибудь, какие-нибудь ключи. Почему я хожу сам с собой разговариваю? А, ну потому что я дурачок местный. Я просто постоянно забываю об этом. А, в этом все и проблемы. Так, а, залез. На скафу тоже ничего нету. Выпустите меня, пожалуйста. Ключ. Ключ, ключ, ключ. Нужен ключ. Не, ну вряд ли он там снизу, потому что я туда не дотянусь. Старость-то вообще не радость-то, на самом деле. Молодость не жизнь, как говорится. Так, и зачем мне эта ваза? Просто ваза, просто. Как дела? Фига себе, вот эта ваза, вот эта вот броневая ваза. Будь как ваза. Как говорится. Так, я не понимаю. Там, где машина, мне нужно тогда ключ от машины. А где взять? Где взять ключ от машины? Васильич! Васильич, где взять ключ от машины? Давай, сознавайся. Это нормально. А, то есть карточка у нас здесь, да, все это время лежала. Это замечательно. Я ведь, парень, догадливый. Всегда так могу все найти. Не, серьезно, это отсюда была карточка. Да вы что, издеваетесь, что ли, или что? Да, это я просто... А если бы я не пошел туда? Я бы здесь ходил бы еще 38 триллионов лет. Непонятно, чем занимался. В глаза светит. О, как светит в глаза там все, а? Там что-то, что-то... Там вот ключ лежит. Я вижу ключ. Ну, я не могу... Опа! Я не могу его взять. Это же ключ. А как? Как мне его взять-то? Потому что я приседать-то не могу. Я жду хандрос. Свело. Вообще, не присесть, не встать, ничего не сделать. А зачем мне вообще, я стесняюсь спросить, красный ключ? Я стесняюсь прям это спросить. Зачем красный ключ? Подвал, насколько я помню, желтый ключ еще надо. Может быть, я смогу сюда открыть? Нет, я сюда не смогу открыть. Ну, я так понимаю, у меня было множество вариаций. И что уж... Зачем? Зачем он мне? Для того, чтобы что? Так, вот здесь не вылезти никак. А подожди. А я могу с другой стороны ломом снять все это дело? Или не могу? А, вон как, да? Во, ну че. Вот это, да, вот это номер. Зачем мне только красный ключ? Я бы, наверное, помер, как говорится. Ну ладно, все. О, привет, привет. Сорока, ворона, кто ты там? Не знаю, ворона. Иди, укради что-нибудь. Мне нужна еда, ворона. Лети, лети, лети за едой, ворона. Быстро. Быстро, быстро. И лети скорей. Ага. И что мы здесь нашли? Василич, ты вообще нормальный? Ты сюда что, поднимаешься телек посмотреть или что? Так, здесь ничего нет. Мне, видимо, выше нужно пройти, чтобы дальше куда-то уйти. Я вообще перестаю понимать какую-либо логику здесь. Красный ключ, ты мне зачем? Что мне с ним делать? Подвал я не открою. Может быть, здесь еще есть какие-то дома, куда я могу попасть? Здесь вообще много чего есть. Это что? Мне показалось ли, кто-то там на мусорном ведре только что пролетел? Баба-яга, что ли? Не, ну он, пацаненок, то понятно. Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка. А, нет, это не мусорное ведро, это фиг пойми, что. Ну, прогуляйтесь по райончику, может быть, я что-то здесь где-то найду. Может быть, найду, может быть, не найду. Я не знаю. Зачем мне красный ключ нужен? Кто-нибудь объясните мне, пожалуйста. Он мне для того, чтобы что? Ну, типа, есть хорошо красный ключ, а только нету замка красного. Это какие-то странности. Это очень сильные странности. Так, ну, здесь вот отмычка, например, ну, всяко-что туда попасть. В этот дом, который построил Том, который непонятно как заходится. Багажник я тоже не могу этим красным ключом открыть. И зачем он мне нужен, собственно. Можно как-то узнать где-то. Потому что здесь я больше нифига не вижу. Так, вот, если, может, выше там куда-то подняться зачем-то. Хотя я здесь даже не могу пройти, соответственно. Хотя, не, прохожу, прохожу по чуть-чуть. Непонятно. Непонятно все. Зачем? Ну, серьезно, здесь нет ни одного замка, нигде красного. Что я должен им открыть? То есть я зашел в эту комнату, кроме красного ключа здесь нифига не нашел. Здесь больше нифига нет, кроме него. Ну, либо я не вижу. Так, смотри-ка. А если идти через крышу, то я еще просто проваливаюсь сюда, для того, чтобы что? Вообще странности здесь. Очень, о-о-о, очень странно все. А зачем, зачем эта крыша? Ну, типа, зачем подъем сюда? Может, я что-то не догоняю? Ну, и что? То есть мне жить теперь здесь, что ли? Или что? Или как вылазить, да? Объясните мне. Это что-то, что-то, какой-то вообще, какой-то бред. Так, ребят, я зайду, просто гляну на редакторе, для чего этот красный, в смысле, я реально не понимаю, зачем этот красный ключ, я вообще не вижу ничего с красными ключами, поэтому я зайду просто и посмотрю. Почему-то у меня главный персонаж не может приседать по неизвестной мне причине. Так, ну вот красный ключ этот. А, кстати, а желтый, который висел, может быть, я и могу открыть? Так-так-так-то на самом деле. Ага, это вот отсюда. Стойте. А где мне тогда взять магнит? Какая-то странная логика. Очень странная. А-а-а! Короче, я не заметил это. Не, я так и не глянул, нафига мне... Что-то я так и не глянул, нафига мне красный ключ на самом деле. Я... А что не глянул-то? Давайте я гляну. Ключи, я же вообще смысл для этого и заходил, в принципе. Потому что это все как-то очень странно. BP-Lock. Лог. Ну, отмычка-то это понятно. То есть, он не для чего, я так понимаю. Блок. Что-то это какой-то бред. Я вообще не вижу здесь, для чего нужен красный ключ. Подождите, я даже гляну сейчас по коду, у него там какой код идет. Акта-1, код Акта-1. Акта-1. А, ну то есть, он в принципе нафига-то не нужен у нас получается. А вот, кстати, из-за того, что я вот фигуру вижу все, то, что не присесть, ничего не могу, я, короче, здесь просмотрел. Вот могу, вижу. Ну, это как обычный Пашар Алексей, это все нормально у нас. Ну, ладно-ладно, пойду-пойду. Хоть достану что-нибудь. Хоть достать. Спуститься в подвальчик. Как говорится, никому не мешать. Вот это, вот это, да, вот это вот работает. Прям магнит, вот это. Я прям чую, как сокрушаю вселенную каждый раз. Это очень сильно интересно на самом деле. Так, давай-ка открою. А, вот, есть лопата. Лопата есть. Ай, ключ от машины есть. Что-то из этих двух вещей мне однозначно сейчас пригодится. Я помню, что сзади у меня есть эта штука. Так, и здесь сумочка, да? Сумочка Васильевича. Не знаю, нафиг она мне нужна. Просто, видимо, наверное, чтобы было. Чтобы было, для этого сумочка есть. Как-то вот странновато все. Вот эти вот входы какие-то непонятные. Входы. Так, и что это? Чего? Я так понимаю, это на отходах в подвал. Потому что красный ключ, он вообще никуда не нужен. Отлично все. Васильич, Васильич, открыл подвал, часики закрутились. Я надеюсь, что лайки, как говорится, как обычно, намутились. Что все прекрасно, все замечательно. И что никто не болеет. Туда и сюда. Как-то так, как-то так, как-то так идут дела. Всех люблю на свете я. Ну, как-то, как-то очень, очень уж я смотрю, долговато. Долговато все. Отлично. Подвальчики у нас здесь есть. Прогуляемся по подвальчику, в котором... Опять я не могу приседать. Я не знаю, с чем мне здесь ходить. Как я вообще здесь что должен видеть. Как мне вот эти лампы раздражают. То есть, если убрать лампу, вот и что, как я ей подсвечиваю, что, что, вот, кто это делает. То есть, я в руках даже не могу нормально это перемещать, поэтому я активирую режим совы. А, здесь проходит, да, есть. Вон еще. А, как я его должен был увидеть? Ну, как-то, как-то. Давайте все, все запасы Васильича. Мы просто уничтожаем, уничтожаем его запасы. Вот так вот, Васильич. Картик открываем. И нам нужно еще найти ключ. Я думаю, ключ мы где-то найдем. Я не знаю, Васильич почему не пошел с нами, потому что он двигается ураган. Ему, в принципе, тоже надо было бы спрятаться по-хорошему. Я не понимаю, как я здесь должен был искать этот ключ. Без какого-либо освещения, так сказать. Ну, как-то, видимо, должен был. Так, и что? Я его и со зрением совы-то не вижу. Как-то так вот. Не, реально, а где его взять-то? Где взять ключ? Такой вот ключик должен быть. Черненький. Черный ключ. Только свистни, он появится. Черный ключ. Как-то вот странновато все. А, здесь отмычка просто лежит, как обычно. А я черный ключ. Еще, ну, слепошар Алексей, что? Ну, вот эти вот. Вот эти вот непонятные. Так, отлично. Я куда-то прошел. Видимо, пойду на кровать спать. Или не пойду спать, я не знаю. Вот это, наверное, выкинуть надо. Ну, бывает, бывает что. Что-то разрушил. Что-то где-то сломал. Кого-то где-то поймал. Это норма. А, вот. Вот есть фонарик. От которого толку нифига... О, теперь он у меня в руках. А, я садиться научился? Нифига себе. Вот это вот магия. Это магия. Как мне это нравится, а? Открывайся, открывайся. Я побежу к тебе. Побежу. Она даже не ударяется, не вообще. Короче, все понятно, все замечательно. Так, я что, просто сделал какое-то приключение по подвалам, и из одного подвала пришел в другой подвал. А здесь у нас тоже не открывается. Ну, это все по старой схеме у нас работает. Что, ничего быть не работает. И что? И как? Оно уже должно, наверное, открываться там, ну, типа... Ну, потому что идти-то мне больше некуда, по идее. Ну, значит, должна открыться дверь. Не должен сработать, а, типа, телепорт. Сейчас посмотрим, сработает, нет? Ни фига не сработает. А как я должен переключать что-то? А где вообще сцены телепорта находятся и так далее? Нет, по идее, должно где-то вот здесь, то есть, было открыться, и я вот вышел. Ой, как мне это нравится, прям, постоянно. Вот вообще прям нравится. Сейчас я зайду, посмотрю, где там цены телепорта. Байземент, байземент. Давай, давай, давай. И где там находится телепорт у нас? А у нас здесь нет цены телепорта почему-то. Ну, видимо, она нафиг не нужна. А как я должен потом понимать, какой мне вообще дальше запускать мод? Короткий мод. Level 2, короткий мод. Level 3. Как-то вообще странно смс. Что вообще, откуда, что, как я вообще должен будет еще запустить? Автор, напиши мне, пожалуйста, что мне дальше надо будет загрузить. Ну все, ребята, мы на этом закончим. С вами как всегда был я, Леха Смертник, больной. Я пойду чаю, чаечек, пить жалко без меда. Пойду пить, а вы подписаны на мой канал и ставьте лайки, соответственно, этому ролику, если вам понравилось. Тут как-то мне бы еще понять продолжение дальше, и вообще какой акт надо запускать и так далее. Я без понятия. Как-то вот все странновато. Я понимаю, что демон будет странно. Демон. Сейчас что-нибудь загружу, может, что-то где-то заработает. Все, давайте увидимся. Как всегда был я, Леха Смертник. Всем пока, ребята. И главное, не болейте. Не болейте, потому что болеть вообще невесело. Осенью все болеют. Что-то где-то закрывают на карантин. Как-то вот так вот. По поводу хриплых. Я не знаю, куда он будет, потому что я болею, чтобы мне снимать хриплых, мне надо выйти выделять целый день для этого. Если я на следующей неделе выздоровлю, но если у меня ковид, то я вряд ли выздоровлю. Это все, сейчас недели две буду болеть, как обычно, как в прошлый раз. Поэтому, если выздоровлю, то если я еще там кое-какие проблемы очень важные решу, если не выздоровлю, то вряд ли думаю, ребят. Ну, потому что сидеть 4 часа подряд снимать, это очень тяжко, да? Давайте, ребят, увидимся. С вами, как всегда, был я, Леха Смертник. Всем пока.